МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас, сегодня стартует уже сердце к сердцу. Рассказывайте более детально, на что в этом году собираем, ну и, соответственно, где будут размещены какие-то концертные площадки, где будут сборы, где будут коробочки и так далее. В этом году уже проходит 12-я акция «Сердце до сердца». В этом году мы собираем для областной детской больницы для детей, у которых проблемы со зрением. Даже врачи уже, которые сказали, что прошлогодние акции, которые мы проводили тоже по проблемам со зрением, уже в два раза уменьшили проблему косоглазия и в три раза проблема вообще слепоты. И если мы вот сейчас проведем эту акцию, то в 2020 году проблема слепоты и косоглазия может вообще исчезнуть из проблем детских заболеваний. Даже так? Я так понимаю, что 11-я акция была посвящена этой проблеме, 10-я тоже? 11-я акция была для детей новорожденных реанимационной, покупали оборудование, 11-я, честно не знаю, но вот или 10-я или 11-я, нет, 10-я или 9-я была уже посвящена этой проблеме. То есть прошел уже определенный период, я помню еще шестую акцию, какой я старый, а уже 12-я, 6 лет прошло, ежегодно эта акция проходит, ежегодно набор волонтеров в этом году, каким образом это происходит или уже набраны они? Конечно, мы набираем, и она будет набираться и до конца акции, потому что с каждым днем больше и больше людей узнает про эту акцию и хотят к нам присоединиться. Каждый день получаешь сообщение там ВКонтакте, Фейсбуке, я хочу присоединиться, что делать, чем помочь. И, конечно же, начинаешь все рассказывать, и очень радует, что есть такие активные люди, которые не знаю, как бы, куда они везут, но хотят помогать. Самое главное, да, есть желание уже направлять это ваше уже дело в нужное русло и правильное. По поводу волонтеров, их развилось сейчас очень много, были даже случаи, когда подделывали и коробочки, и подделывали даже сердечки, все абсолютно, с целью того, чтобы заработать на этой акции, которая уже заявила о себе, как честная, правдивая, работающая по всей Украине. Как распознать правильно волонтера, какие вот самые опознавательные знаки должны на нем быть? Во-первых, это идентификатор. Каждому выдается идентификатор, который подписанный с печатью и вклеен на фотографии данного волонтера. Потом коробочка у него есть, тоже, ну, от акции, и номера должны совпадать. Номер идентификатора и номер коробочки. И эти номера мы записываем у себя в бланках, и когда этот человек идет сдавать эту коробочку в банк, то это все сверяется, чтобы был один номер. Коробочки тоже опечатаны, на это стоит обращать внимание? Конечно, будем опечатывать, если это вузы, они печатают своей печатью, если это просто волонтеры, которые пришли от себя, мы опечатываем печатью Серце-де-Серце и клеим не на ПВА, а на суперклей какой-то, чтобы невозможно было отодрать, потому что если отодрали, мы это увидели, и могли это как-то пресечь или наказать. А по поводу акций, которые будут проходить в этом году, в поддержку этой благотворительной акции, это концерты различные в различных местах города, уже есть какой-то план, где это будет? Да, планируется большой концерт, это Каштановый сквер, и вторая часть концерта, это Южный Буг. В каких часах он будет проходить? Это еще уточняется. То есть это под финал акции, как всегда, да? Да, это будет 9 апреля. До 9 апреля, с 9, соответственно, числа этого месяца, вот целый месяц, получается, будет длиться эта акция. После того, какая процедура подсчета, и, соответственно, когда Николай будет знать, сколько же они молодцы, какие собрали? Во время всей акции, то есть у нас будут какие-то мероприятия в городе проходить, мы с ними связываемся, просим, чтобы мы отправили к ним своих волонтеров, они постояли здесь скриньками, и потом уже толпа людей выходит на финальный концерт, и вот собирает тогда деньги. Как только они собрали 9 числа какую-то сумму, уже они там отработали, можно считать, и они идут сразу в кредо-банк, и сразу сдают эти свои скриньки, и там уже банковский сотрудник пересчитывает эти деньги. Ну, сразу это, конечно, не будет известно, потому что надо все пересчитать, все чеки собрать, все отвезти на всеукраинский уровень, чтобы они это уже просчитали и так далее. Но как только так, сразу это будет известно. Оригинальный ответ. По поводу волонтеров. Каждый год есть пошрение. Для волонтеров самый лучший, скажем так, волонтер, самый активный, кто собрал самую большую сумму денег, получает пошрение от благотворительного фонда. Это поездки по Европе, но так было в предыдущие годы. А в этом году что-то есть? В этом году мы еще переговорим на тему от николайских спонсоров наших, кто как захочет поощрить лучших волонтеров. Какие-то, не знаю, может, бесплатные билеты, какие-то... Ну, все, что они дадут, то есть как бы мы будем их нашим волонтерам вручать. Ну что ж, так что, друзья, участвуйте, участвуйте, делайте благие дела, и более, если есть у вас внутренний позыв к этому. Я дякую вам за то, что сегодня заведу в нашу студию, и хорошего старта акции. Ну и, конечно же, хорошего сбора бажаю всем нам, маколаевцам, оскільки, действительно, хорошая сумма допоможет побороти косоокость у детей и, в целом, вычеркнуть эту проблему среди хвороб маколаевских детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова